Так, и уже в завершении хочу показать свои лаки. Кстати, чуть не забыла вообще про лаки. Так, ну вот начнем отсюда. Вот такая у меня белая пилочка. Вот такая вот тоже пилочка. Три степа. Первый. Потом вот второй и третий уже как бы до блеска доводит ногти. Вот эта штучка, это для пальцев ног используется, чтобы тоже было аккуратно накрасить. Накрасить можно было ногти на ногах. Вот такие щипчики, которыми я делаю сама маникюр. Никогда не хожу в маникюрный салон. Так, от ревлона. Вот такой красный лак. Ну это вообще обычный такой, простой. Кстати, он не очень хороший, очень редко им крашу. Таких три лака у меня тоже ярких, летних. Я их покупала специально. Ищу где-то у меня был сиреневый вроде, и голубой точно такой же. Color Grace. Каждый пальчик вот отдельно красить. Разным цветом я люблю обычно это летом делать. Летом, весной. Но он тоже такой не стойкий. Это примерно вот на день накрасить, и все. На второй день уже все нужно по новой красить. Вот такой белый лак у меня маленький. Там рисунки какие-нибудь нарисовать иногда хочется. Вот этот лак тоже мне нравится. Он такой вот... Даже не знаю какой цвет. У него какой-то бирюзовый такой, с блесками. Вот этот лак от Maybelline. Синий. Вот этот мне очень тоже нравится. Лак его на любой цвет можно наносить. Такой как брызги получаются белые, как маленькие снежинки. Одно время прям часто красила. Такой сиреневый. Вот это тоже вот Sun Full Color. Тоже такой лак. Он прям за полдня уже облазе. Это уже тоже вот не пользуюсь. Вот эти Pure Eyes. Тоже такой простой лак. У меня их тут три флакончика. Сиреневый. Вот, кстати, он у меня сейчас на ногтях. Тоже буквально на один день. Вот таких два лака. Такой бордовый. И вот этот просто покрытие. Он как идет, ну, лечебный, что ли, предохраняет от слоения ногтей. OPI тоже. Это американский бренд. Это я тоже брала в специализированном магазине эти лаки. Там они стоят где-то около 3 долларов. А в таких магазинах они тоже продаются где-то 8-9 долларов. Ну, вот почти в три раза дороже. Так что в этих специализированных, конечно, очень выгодно брать. Там намного дешевле вся продукция. У меня еще один был лак красный. Тоже что-то не знаю, куда он уже подевался. Вот такой тоже. Тоже он такой бордовый. С блестками. Как-то даже не знаю, как он называется. Веник ее. Вот этот мне нравится. Вот тоже это Pure Eyes. У меня золотистый и такой тоже зеленый с перламутром. Очень красивые лаки. Вот эти мне тоже нравятся. И вот эти у меня таких два лечебных. Вот недавно совсем купила вот этот гель. Американский лак. Его в несколько слоев накладываешь, а потом уже сверху можно лаки использовать. Ну, я даже просто на ногти наношу иногда и уже никакой лак не использую. И вот такая вот у меня тоже есть штучка. Чайное дерево. Там тоже вот кисточка внутри. Это для как бы лечения ногтей. Вокруг ногтей вот обрабатывать кожицу и делать массаж, укреплять ногти. Чайное дерево. Он даже и пахнет вот этим маслом чайным. Ну, вот и все. Вот и все мои лаки. В принципе, немного. Некоторые уже нужно все перебрать, избавиться от них. Подкупить новые. Много уже вот позасыхала лаков. Недавно выбросила. Тоже такой момент, что не стоит набирать. Вот это мы набираем, набираем эти лаки. Ну, вообще косметику она не используется. Пропадают лаки, высыхают. Поэтому стараюсь тоже теперь много не покупать. Вот хотя бы использовать полфлакончика. Потом он уже, в принципе, застывает лак. И уже им так не хочется пользоваться. У меня тоже было два лака. Вот тоже только недавно выкинула эти флакончики. Мне очень нравились. Наверное, кто знает. Вот делаешь первое покрытие, да, каким-нибудь лаком однотонным. А тот сверху наносился лак. Той же был компанией вот это OPI. И он как бы сам начинает разводами на ногте расходиться. Вот мне очень нравилось. У меня был черный и такой какой-то золотисто-кремовый был. И, кстати, сейчас я их не вижу. Я хотела купить такие лаки, но что-то пока они мне не попались. Так, ну вот и все. На этом заканчиваю свое видео. Все, всем пока!